В этом ролике мы разберем все второстепенные квесты нашего прекрасного Сидоровича. Если вам понравится такая идея, то я сделаю такие же видео со всеми торговцами и главами группировок. Я сам, если честно, никогда вообще не выполнял полностью все задания у какого-либо квестового персонажа, особенно такого масштаба. Думаю, что скорее всего и вы тоже. Поэтому в этом ролике будет показана полная реализация продвижения бизнеса Сидоровича. Всем приятного просмотра! После выполнения первого для нас сюжетного квеста, то есть нахождения флешки, для нас откроется кладезь второстепенных заданий Сидоровича. На все из них срок дается один день. И кстати, должен упомянуть, что миссии делятся на две группы. Те, которые мы берем у самого персонажа и те, которые он дает автоматически при переходе на другую локацию. Но если же копнуть еще глубже, то у обеих категорий есть еще два маленьких пункта. Есть те задания, которые можно выполнять вообще неограниченное количество раз, сколько угодно вообще. Вне зависимости от того, автоматически она выдается или нет. И те задания, которые можно выполнять только единожды вообще. Таких у Сидоровича имеется 4, но о них чуть позднее. А еще в конце ролика, когда мы выполним все задания торговца, то я покажу весь хабар, который можно получить из первого прохождения всех его квестов. Но я продемонстрирую только то, что мы можем получить по первому кругу. Начнем с заданий, которые мы берем самостоятельно. У Сидоровича имеется 4 ветки побочных квестов. Их можно смело поделить на 4 раздела. Первый на ликвидацию сталкеров, которые перешли дорогу по жилому. Второй на поиск артефактов. Третий на очистку территории от неприятеля. И последний на нахождение части тел мутантов. Про автоматические квесты мы поговорим чуть позднее. Предлагаю на часть ликвидации сталкеров. Первый квест, который даст нам торговец на убийство торгового представителя. Вот описание того, что говорит нам Сидорович. Прикинь, тут недалеко крутится какой-то чудак, который представляется моим торговым представителем. Пользуется, значит, моей репутацией, а потом толкает некондиционку. Сломанные стволы, разваливающиеся броню, просроченные консервы. У меня тут уже было пару разборок с недовольными. Короче, мне нужен человек, который пообщается с торговым представителем. Вплоть до некондиции. Ничего сложного в выполнении этого задания нет. Находишь цель, Вничтожаешь ее и получаешь награду. Кстати, иногда бывает такая загвоздка, что этот сталкер находится в баре. Нужно будет просто немного подождать, пока он покинет ее территорию. И уже преспокойно ликвидировать его на свалке. Или на какой-нибудь другой локации, если он не умрет до этого. Награда, консерва и артефакт выверт. Второе задание, убить сталкера новичка. Описание. Есть тут один. Все ошивается рядом, под новичка косит. Да только странный он какой-то. Если он незаметно исчезнет, это будет не услугой. Понимаешь о чем я? Здесь ситуация идентична прошлой. Если же он в баре, то стоит подождать, пока он его покинет. Если же он находится где-нибудь в другом месте, то убить его будет простой для нас задачей. Работаем по старому проверенному способу. Нашел, убил и получил вознаграждение в виде артефакта Кровь в Камне. Третий квест, связанный с уничтожением неугодных, это убийство сталкера-торгаша. Вот описание. У меня возникли некоторые разногласия с одним торгашом. Но не хочет со мной работать, да и черт с ним. Только слухи поздно распускать я не позволю. В общем, надо с ним кончать. Чтобы другие не распускались. Чтобы знали, кто тут хозяин. Как вы уже поняли, задания абсолютно одинаковые. Соответственно и выполнение его тоже. Нашел, убил и получил награду. На этот раз Сидорович не жалился и подогнал им артефакт Грави. Следующее заказное убийство можно будет получить только после взятия квеста на лабораторию Х-18. Но рекомендую брать его исключительно только после полного прохождения Тёмной Долины. Так как наша цель только после этого покидает чертоги Бара. Убить мы должны Олега Гусарова. Одиночку по кличке Демон. Который хотел подмять под себя весь картон. Но немного не срослось. Вот описание. Демон. Он же Олег Гусаров. Спецназовец бывший. Пока не лезть чужие дела, к нему у меня претензий не было. Одиночка как одиночка. Только мне тут кое-кто сказал, что Демон народ собирает. Чтобы подмять под себя кордон и подгрызти переправку Хабара из зоны. А вот это уже серьезная проблема. И ее надо по-быстрому решать. Как я уже говорил, его рекомендуется убивать строго после прохождения лаборатории Х-18. Ибо после этого он покидает просторы Ростока. И перемещается на свалку. Где вы его и сможете без проблем шлепнуть. Награда артефакт слюда. Последний заказ на чудо-ликвидацию это убийство отца Деодора. Описание в студию. Я всегда говорил, бизнес и религия два параллельных занятия. Имя близко перестекаться нельзя. И в дела друг друга не ни. Только этому отцу, прости господи Деодору, мда. Но не может он понять этой простой истины. Все бредит, что собирательство артефактов, а иначе торговля ими совращает на путь грешных людей не только в зоне, но и во всем мире. Ну и все в таком духе. Он, понимаешь, призывает вообще артефакты уничтожать, а? Ты представь только, до чего додумался. Самое плохое, некоторые вестись на эти бредни начинают. Я к этому Деодору на какой только козе уж не подъезжал. А он знает свое гнет. Уговор такой. Ты отправляешь его наверх на аудиенцию. Понял, да? А я тебе артефакт какой-нибудь солидный. Все снова предельно просто. Нам платят, мы убиваем. Помимо него в том лагере, где он находился, будут сидеть умник, мастер и чучело. Все они тоже будущие жертвы, которые будут заказаны. Умника закажет лысый, мастер-осведомитель. Оба задания будут в баре. Так что советую брать их сразу. Ну а чучело, его закажет Лукаш. Но до этого еще нужно дойти. Это второй квест, который дается единожды. Все по той же причине, что и с демоном. Награда артефакт колобок. И на этом раздел с ликвидацией одиночек подошел к концу. Теперь переходим к поиску артефактов. Первый квест, связанный с этим, это поиск артефакта Медуза. Найти его сложности не составит, так как он один из нескольких самых распространенных артефактов. Поэтому я покажу, где его найти только на кордоне. Дальше саскать их можно где угодно, в особенности на агропроме. Ну или из множества тайников. Только сначала зачитаю вам описание. Мне тут один человек с большой земли заказал Медузу. Работа не пыльная и деньги небольшие. Зато обернешься быстро. Соглашайся. Ну а теперь к тому, как же их раздобыть. Если взять у волка второсипенные задания, то он попросит нас зачистить логово кабанов. И там возле упавшего дерева есть два ящика. И в одном из них в 100% случае выпадает Медуза. В яме с трамплинами левее от деревни тоже можно будет найти этот артефакт. Если повезет, то даже два. Возле цистерны будет лежать железный ящик. И если его сломать, то возможно, что вам выпадет еще одна Медуза. И последний из самых простецких, это вознаграждение от волка за зачистку АТП. Награда полторы тысячи и бутылка водки. Второе задание из той же оперы, это нахождение артефакта Каменный Цветок. Найти его тоже не составит труда. Так как он, как и Медуза, является дешевым и распространенным артефактом. И отыскать его можно точно так же. Но для начала зачитаю описание. Есть задание на Каменный Цветок. От ювелиров, между прочим. Так не будем расстраивать прекрасных дам. Достанешь с меня гонорар и бутылка. За их здоровье выпить. А теперь, где же можно найти этот артефакт на кордоне? Да в той же самой деревне новичков. В самом дальнем доме по правой стороне, на чердаке, можно в ящике найти наш драгоценный артефакт. Помимо этого, идентичный артефакт, как вознаграждение, дает нам шустрый. За нахождение кольчужной куртки. Ну и последнее место, это элеватор. Про него, думаю, знают все, но все равно помянуть стоило. Награда та же самая, только в два раза больше. На этот раз три тысячи и бутылка водки. Как вы понимаете, ставки растут. И поэтому доверие к вам тоже. Так что на этот раз Ситрович даст вам задание на поиск артефакта «Ломать мясо». Этот артефакт будет куда интереснее, нежели прошлые. Для начала начнем с описания. Есть заказ на артефакт. Нужен такой, чтобы рано лечить мог. Называется «Ломать мясо». Клиника у них вроде какая-то. Достанешь и сам денег получишь и людям поможешь. На кордоне данного артефакта нет вообще. Максимум только в тайнике «Бандитский склад». На АТП. Наводку можно получить от военных. Поэтому переходим к свалке. На ней дело с этим обстоит попроще. Один артефакт можно найти возле входа в депо со стороны серого. Еще множество артефактов его же вида и других можно сыскать возле бывшего перехода на агропром. В том месте, где находится целая куча каруселей. Необходимо просто подстрелять в них и оттолкнуть их в противоположную сторону к деревьям. А потом, как ни в чем не бывало, залезть на гору. А приори взяв с собой медикаментов. Так как радиации там довольно-таки много. Еще иногда они спавнятся рандомно возле перехода в темную долину. И непосредственно в самой долине около перехода на свалку. И еще этот артефакт можно получить как вознаграждение от сержанта Киценко. За помощь в зачистке логова собак. Награда 2,5 тысячи рублей. И 3 армейские аптечки. Последний артефакт, который необходимо нам найти, это ночная звезда. Начнем с описания. Есть одно заданице, несколько неприятное. Похоже от военных. Они занимаются разработкой новых средств защиты. Пришел, значит, заказ на ночную звезду. Это артефакт из редки такой. Он умеет тепло от пуль защищать. Так что берешься? Плачу хорошо. Один из таких артефактов можно найти на агропроме. Возле ворот, который раньше вели на свалку. В моем случае артефакт оказался на противоположной стороне. И придется его подталкивать, чтобы забрать. Еще один можно получить за выполнение квеста у лысого. По убийству умника. Но так как вам все равно придется топать на армейке. Возьмите в таком случае квест и на мастера. У осведомителя, чтобы уж наверняка. Самое главное не убивать чучела. Он пригодится нам в кое чем другом. Еще можно найти несколько экземпляров на севере зоны. То есть непосредственно в самой Припяти возле гаражей. Которая находится в западной части города. Потом на базе монолита. Возле кучи мусора, на который молятся монолитовцы. И естественно на самом стадионе авангард. После такой же артефакт можно найти на ЧАЭС-1. И в саркофаге. Но там как вы понимаете, для нас они уже не будут иметь какой-либо ценности. Потому что это уже конец игры. И вернуться обратно мы не сможем. Потому что ЧАЭС это такая локация, с которой уже никак не выберешься. Награда это очень классный комбинезон туриста. На этом раздел с поиском артефактов закончен. Переходим к очистке территорий. Первая миссия называется зачистка местности от мутантов. Вот кстати говоря его описание. Дело есть и не очень сложное. Тут ко мне туристы иностранного привезти хотят. Он деньжат моим товарищам подкинул, чтобы на зону посмотреть. Ну и там где вы будут водить, необходимо почистить район от мутантов. Возьмешься? Суть задания очень проста. Взял в руки обрез и погнал собачек стрелять. Только сначала расскажу мой маленький совет. Попытайтесь всех их сагрить на себя. И как можно скорее их перестрелять. Просто у меня частенько бывает такое, что я зачищаю местность, а одна собачонка все-таки ускальзывает от меня и потом ищи свящию. Но даже если у вас так и вышло, то расстраиваться не стоит. Просто погуляйте где-нибудь некоторое время и потом эта псина все-таки вернется на свое место. И вы сделаете свое дело. Следующее задание из той же тематики это устранение двух бандитов на свалке. Зачитаю описание. Недавно одно из лучших мест зоны стало недоступным для любителей прекрасного. На свалке. Угу, именно на свалке есть закуток. Вроде бы ничего такого, но тебя покидают все печали, в которых ты забываешь о грязи, о деньгах, о крови. Точнее забывал. Потому что теперь там сидят два грязных урода, которые грозят запустить кровь каждому, кто не заплатит им за посещение этого края. Устрани их. Мне туристов водить некуда. Так, ну что же, теперь дорога лежит на свалку. Погнали. В этом закутке находятся два бандита-ветеринара. Их особенностью является то, что у них обои всего лишь обрезы. Вероятнее всего, это сделано для того, чтобы не создавать трудностей для людей, которые впервые играют в сталкер, ведь бандосы с калашами или чем получше на свалке могут доставить кому-то проблем. Либо просто те бандиты еще не успели кого-то грабануть и достать что получше. И как вы понимаете, тактика для них напрашивается сама собой. Просто нужно держать дистанцию подальше, и все будет ок. Награда 1 тысяча рублей и граната РГД 5. Раздел с очисткой территорий от неприятеля тоже окончен. Теперь переходим к последнему и самому проблематичному. То есть к нахождению частей тел мутантов. Первый квест у Сидора по этой теме, это протащить хвост псевдособаки. Давайте зачтем описание. Зима скоро. А что зимой там на большой земле бабы носить любят? Меха носить они любят. Вот и пошла мода новая, и с хвостов псевдособак аксессуары всякие делать. Шарик там какая-то особенная. Короче, есть заказ на такой хвост. Возьмешься. Ну а теперь, где же можно найти на кордоне псевдособак? Имеется две точки в наличии. Одна возле перехода в темную лощину. Там еще лежит кольчужная куртка для Шустрова. Советую ее забрать. Чтобы потом можно было дать ему ее по квесту. Да я вообще рекомендую брать это задание только после того, как вы отыщите хвост. Заранее брать его не стоит. Мало ли сколько вам придется потратить на это игрового времени. Второе место это равнинная местность левее от железной дороги. На этой территории можно обнаружить большое количество собак. Возможно, эта точка является их логовом. Но для нас сейчас важна только псевдособака. И, конечно же, ее хвост. Кстати, недалеко от логова собак есть поваленное дерево. И с левой стороны имеются плюшки для нас. В виде двух пачек бронебойных 9х19, бинта и одной консервной банки. Если вам, как и мне, собственно, нихрена не повезло, то тогда я перечислю, где они вообще могут обитать в зоне. Потому что рандом это дело житейское. Раз на раз не приходится. Одна псевдособака находится в лесу на свалке. Лес там один, поэтому думаю, что вы не ошибетесь. Еще я встретил псевдопсов на агропроме. Одну за базой военных и несколько во враге левее от тоннеля. После в темной долине левее от перехода на кордон можно сыскать. И, конечно же, большую стаю возле перехода в бар. Награда 1500 рублей и 5 пачек дротика. Следующий квест по поиску частей тел мутантов это челюсть кровососа. Рекомендую его пока что не брать. Потому что кровососы в самом начале игры встречаются не так уж и часто. Поэтому лучше брать его ближе к концу. Так будет проще. Описание. Слышал поверье, что зуб кровососа притягивает удачу. Будто бы того, кто на шее носит такой зуб, аномалии отпускают и артефакты сами в руки идут. В общем, это все фигня. Но есть болваны, которые верят и готовы платить за это хорошие деньги. Принесешь через кровососа, я тебе хорошо заплачу. Где же в зоне можно найти кровососов? Ну, я думаю, что вы скорее всего подумаете об одноименной деревне, в которой присутствует штук 5 кровопийц. Кстати, рекомендую перед зачисткой деревни взять задание у сталкера-охотника в баре. Он тоже будет не прочь, если вы их постреляете. Только его кровосос будет возле водонапорной башни. Но если же вам не повезло и оттуда не выпали щупальца, то есть другие варианты, где они обитают. Первый это подземка Гропрома. Они там очень часто респавнятся. Второй это диспетчерская АЗС в темной долине. Третий вариант это найти несколько кровососов в лаборатории под выжигателем мозгов. Награда 3000 и 5 пачек дротика. На этом 4 раздела подошли к концу. Теперь обсудим те, которые выдаются единожды и те, которые мы получаем автоматически. Начнем с уникальных заданий. Как я говорил ранее, все квесты, которые были выше, цикличные. То есть их можно выполнять бесконечно. Но есть такие, с которыми так поступить нельзя. Первый квест такого типа это убийство Олега Гусарова. Второй это ликвидация отца Деодора. Третий это кража ящика с блокпоста военных. И последний четвертый это убийство Васи Кабана. О первых двух я говорил выше. А вот о третьем и четвертом нет. Так что погнали. Украсть ящик с блокпоста. Вот описание. В общем, тут такое дело. На блокпост из глубин зоны передали ящик. С отчетом одной из экспедиций, что к северу ходило. Днем охраняет его так, будто он чистым плутонием наполнен. А по ночам почему-то оставляют не больше двух охранников. Проберись тихоря на блокпост, да и займи для меня этот ящик. А я уже для тебя ничего не пожалею, в разумных пределах. Возьмешься, нет? Тут уже можно поступить как захочется. Если есть желание, то можно попробовать выполнить это задание по стелсу. И аккуратненько ночью выкрасть эти документы. Ну или сделать как я, просто всех нахрен перестрелять. В сути это в принципе не поменяет. Так как вероятнее всего данные, которые будут там лежать, принесли мало пользу Сидоровичу. Вследствие чего он вам заплатит всего 2000 рублей. И последнее, четвертое задание, которое можно получить один раз, это убийство Васи Кабана. Оно дается автоматически сразу после перехода на свалку. Описание. Тебе придется прикончить одного красавца. Одну бандитов один из главных. Недавно бандюки по его приказу перехватили моего курьера и выпотрошили в ноль. А с теми, кто трогает моих людей, разговор короткий. В общем, сделаешь дело, в долгу не останусь. Так как? Берешься? Награда, кстати говоря, для начального этапа очень даже неплохая. Укорочен калаш и 5 пачек бронебойных к нему. Теперь наконец-то можно перейти к тем, которые выдаются нам автоматически. Первое такое задание я упомянул чуть ранее. То есть квест на убийство Васи Кабана. Хоть оно автоматическое, но выдается единожды. Второй квест, который дистанционно выдает нам Сидорович, это зачистка подземелий агропрома от бандитов. Обычно и чаще всего он им выдается при первом посещении подземки и потом, когда необходимо поговорить с доктором, дабы получить истинную концовку. Описание задания. Объявился отряд бандиков под институтом, что на агропроме. Мешает моим диггерам хлам собирать. Реши проблему, с меня будет кое-что причитаться. Выполнение этой второстепенной миссии не составит вам труда. Нам необходимо просто пройти и попутно отстрелять всех бандитов, которых увидим по пути. Главное, успеть вернуться к торговцу за наградой. Которая, кстати, исчисляется в размере 1500 рублей и одной гранаты РГД-5. Третье такое задание называется уничтожить лагерь бандитов на свалке. Начнем с описания. В последнее время бандитов развелось что-то и грязи. Честным людям торговать мешают. Значит так. Да и на свалку. Мне сообщили, что эти мрази обосновались недалеко от платбища техники. На месте разберешься. Тебе все за это спасибо скажут. Но из-за наградой достойной от меня дело не станет. Согласен? Как вы понимаете, дело плевое. У бандитов, которые там находятся, с амуницией будут 100% проблемы. Поэтому там будет 5 бандосов в бандитских куртках и с какими-нибудь начальными стволами. Награда 1500 рублей и уже 2 гранаты РГД-5. Четвертая миссия называется убить кровососа в темной долине. Его можно получить только после прохождения всей сюжетной линии на янтаре. Описание задания. Говорят, что военные ушли из темной долины. А после за всех щелей поперли монстры. Сталкеры уже видели там кровососа. Причем необычного. Он не боится открытых пространств. В общем, когда слух докатился до ученых, они обязательно захотят исследовать этого кровососа. И я хочу быть человеком, который продаст ученым труп. Твоя задача убить кровососа. А дальше я все беру на себя. Если вы уже имели дело с кровососами, в чем я уверен, то для вас и здесь не будет ничего сложного. Приходите на точку, убивайте кровопийцу и потом к торговцу за наградой. В этот раз Сидор даст нам уже 2000 рублей и 2 гранаты. Последний квест, который даст вам Сидорович, называется прикрытие отряд долга от атаки бандитов в темной долине. Описание. Все-таки наконец удалось вдолбить в тупые голову долговцев, что давно пора зачистить свалку от бандитов. И долг свою территорию расширит имя постоянных клиентов реже портить бодус. Ну в общем, дело в том, что командование долга решило для начала отсечь приток бандитов в темной долине. Выслали они, значит, отряд заграждения. Я обнаружил, что бандиты этому не рады. Кто бы мог подумать, так чему это я? Помог бы ты бойцам закрепиться у входа в долину, а? Отблагодарю достойно. Задание это очень нестабильное. Оно может вам вообще за все прохождение ни разу не выпасть. Но я постараюсь сделать так, чтобы оно все-таки выпало. Получить его можно только после прохождения янтаря. Кстати говоря, лидером этого отряда будет являться Барин со своей уникальной грозой 5.45. Да и в принципе беспокоиться не стоит. Бандиты, которые будут атаковать долговцев, сильного вреда не причинят. Так как они придут в своих фирменных куртках от Adidas и с обрезами на перевес. Только стоит учитывать то, что после прохождения лаборатории Х-18, там возле перехода заспавнятся военные. Так что рекомендую их шлепнуть. Чтобы потом бойцам долга было намного проще. Награда Огненный Шар. Так, ну а теперь предлагаю посмотреть весь хабар, который мы получили за помощь Сидоровичу. За ликвидацию всех неугодных сталкеров мы получим консервную банку и артефакты. Выверт, Кровь Камня, Гравий, Слюда и Колобок. За поиск артефактов 7000 рублей, 2 бутылки водки, 3 аптечки и конечно же комбинезон туриста. За очистку территории 2000 рублей, 3 пачки Жаганна и 1 гранату РГД-5. За нахождение частей тел мутантов 4500 рублей и 10 пачек дротиков. За квесты, которые можно выполнить только единожды, 2000 рублей, укороченный калаш, 5 пачек бронебойных к нему и артефакты Слюда и Колобок. За квесты, которые выдаются автоматически, 5000 рублей, 6 гранат РГД-5 и артефакт Огненный Шар. И если подытожить, то 20500 рублей, 6 артефактов, комбинезон туриста, укороченный калаш, 5 пачек бронебойных 5.45, 3 армейские аптечки, 2 бутылки водки, 10 пачек дротиков, 3 пачки Жакана, 7 гранат РГД-5 и 1 консервную банку. И на этом все. У Сидоровича больше не осталось заданий, которые бы мы не выполнили. Надеюсь, что он будет нами доволен и сделает нам пожизненную скидку. Если у вас остались какие-нибудь вопросы по квестам или прохождению, то welcome в комментарии, я там частенько бываю. Если же вам понравился ролик и информация, которую я до вас донес, то я был бы очень признателен вашим лайком и подписком на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Ну, прощай, Сидорович. Было приятное иметь с тобой дело. Ну, все, до связи. Сидорович.